Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Мы приветствуем вас на программе фестиваль Манны. Мы снимаем нашу сегодняшнюю программу в Азраиле. Если бы вы стояли сейчас со мной на этом холме, находящемся между городом Вифлеемом, который позади меня, и городом Иерусалимом, который передо мной, а вы бы увидели, какой сегодня прекрасный день. Утром немного капало. Обычно, когда идет дождь, дует ветер, и сейчас вы можете слышать его завывание. Сейчас небо стало снова ясным, и нам открываются просто невероятные виды. Вифлеем за моей спиной, рядом с ним можно увидеть Мертвое море, а еще отсюда видны горы Идумеи и Маава. Сейчас так ясно, что видно даже и Орданию. Но я пришел сюда не наслаждаться видами, а для того, чтобы донести до вас одно очень важное послание. Поэтому прошу вас слушать меня внимательно. Сегодня расскажу вам о величайшем ключе, который поможет вам получить ответ на вашу мовиту. Вы скажете, это же вера. Да, вера важна, но это не вера. Тогда, возможно, для этого нужно постоянно молиться, это тоже не основной ключ. Нужно молиться и не сомневаться в своей молитве, и это верно. Мы должны быть уверены в том, о чем молимся, но это тоже не основной ключ. Когда вы спрашиваете людей, что важнее всего для того, чтобы на наши молитвы ответили, никто не даст вам верный ответ. Возможно, его знает только один человек из десяти или даже из двадцати. Для того, чтобы вы поняли, как важно, чтобы на молитвы отвечали, поговорим немного о Скинии Моисея и Иерусалимском храме. Они были связаны со священничеством. В те времена назначался один первый священник. Назначался сроком до своей смерти. А после него место занимал старший сын. Таково было священничество Ветхого Завета. Оно передавалось по наследству. О первом царе и священнике, которому покровительствовал Бог, мы можем прочесть в Бытии. Это Мелхиседек. Это слово не было его именем, оно было его титулом, но его называют первым царем и священником всемогущего Бога. Однако священничество берет свои истоки от сынов Левия и Аарона, который был родственником Моисея. А левиты стали священниками при Скинии храме. В Иерусалиме было два храма. Первый — храм Соломона, а второй, так называли, вторым храмом. Его построил Ирот Великий. И священничество тогда играло значительную роль. У первого священника было два особых наряда. Один из них называли одеждами благолепия, о них упоминается в Исходе. У него был золотой кидар, а на нем золотая диадема, знаменовавшая его святость перед Богом. У него была особая головная повязка. Он носил ефот. Его одежды были разноцветными. Я еще поговорю об этом. Сейчас я хочу рассказать вам о левитах. Обычно они носили льняные одежды. Их одежда состояли из четырех предметов. У них были льняные брюки, льняной балахон, льняной пояс и льняная головная повязка. Сегодня вы можете видеть, как арабы и бедуины надевают на головы платки со специальным обручем. У левитов был похожий головной убор. Они носили его, потому что, когда они приносили жертву, они не хотели запачкать свои волосы кровью, а также не могли допустить, чтобы капли их пота попали на жертву, которую они приносили. Именно для этого им и нужны были такие головные уборы. Итак, левиты обычно носили льняные одежды, состоящие из четырех предметов. Если они пачкали свою одежду кровью, они переодевались. А первый священник носил одежды царственности и благолепия. Но в один из дней первый священник должен был снимать свои одежды благолепия и облачаться в льняные одежды. Так происходило в день очищения. В этот день первый священник заходил в святую святых, чтобы очиститься самому, а также очистить левитов. Давайте прочту вам, как об этом говорится в Библии. Однажды Давид отправился в Секилак. А Секилак тогда был захвачен амаликитянами. Они забрали с собой женщин и детей, что были в городе, а сам город сожгли. Это событие так опечалило мужчин, что они хотели убить Давида, закидав его камнями. Но Давид собрался с силами, которые послал ему Бог. В Слове Божьем это событие называется «вопрошение Бога через Ефот». Это было так. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбил душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего и сказал Давид Алиафару, священнику, «Принеси мне Ефот». И принес Алиафар Ефот к Давиду. «Я попросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчища, и догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь». Ефот — это четыре буквы. На Ветхом Завете это слово упоминается 52 раза. Это была часть одежды священника. Сейчас я расскажу вам, что поможет сделать ваши молитвы эффективнее. Это в свое время очень помогло мне, а также помогло моему отцу, который мог произносить просто великие молитвы. На его молитвы всегда быстро отвечали, и вот почему. Я спрошу вас о том, что для этого надо, и вы скажете, «Должна быть вера». Нужно ссылаться на Слово Божие. Молиться нужно уверенно. Все это так. Но ключ к ответам на молитвы связан не с этим. За годы служения моего отца 16 человек излечились от рака. Сразу после того, как он отошел от дел, он стал много путешествовать. Со мной и один. Так почему же на молитвы моего отца отвечали? Именно этому и посвящена наша программа. Но для начала расскажу вам еще одну важную вещь. Ветхозаветные первосвященники носили на груди особую пластину. Она была вышита разноцветными нитями, пурпурной, алой и голубой. А также она была расшита 12-ю красивыми, полудрагоценными камнями, символизировавшими собой колено Израилева. На каждом из этих камней были вырезаны имена колен. Вениаминова, Иудина, Осирова, Иссахарова и другие. Там было 4 ряда, по 3 камня в каждом. То есть всего 12. В те времена существовала некая процедура под названием «вопрошение Бога». Это было во времена Скинии и Храма. Одним из способов вопрошения Бога было бросание жребия. Лучший пример этого действия, которое я могу вам привести, происходил в день очищения, когда первосвященнику приводили двух козлов. Один был для Господа, а другой для Азазеля. Они стояли перед ним. А еще там была коробка размером с Библию. Первосвященник молился и поднимал голову к небу. Затем производил действия, называемые лотереей. Он брал два жребия. Они были сделаны из дерева с латунной табличкой с одной стороны. Всего их было два. Один был для Азазеля, а другой для Господа. По поводу имени Азазеля есть много мнений, но одно можно сказать точно. Это одно из имен сатаны. Азазель был связан с козлом отпущения. На этого козла первосвященник возлагал руки, а потом этого козла отпускали в пустыню, где он умирал. А еще мы выяснили, что второго козла, который был для Бога, возлагали на алтарь. Один из способов вопрошения Бога было бросание жребия. Вообще было несколько способов бросания жребия. Другим способом вопрошения Господа был следующий. Священник надевал нагрудную пластину на свою обычную одежду и вставал перед семисвешной минорой. Он начинал молиться. Огонь миноры падал на определенные камни его нагрудной пластины, и так он понимал, что ответил ему Бог. Например, намечалась война, и тогда он спрашивал, «Господи, кто пойдет на войну? Кто из нас пойдет?» Свет падал, например, на Иудина колено. Именно так все времена понимали, что сказал Бог. В Ветхом Завете использовались и другие методы вопрошения Бога. Один из них назывался Ифот. И вот один интересный факт. Одежда первосвященника тех времен выглядела так, что у него на плечах было по ониксу. Это камень черного цвета. Он очень красиво выглядит, когда его отполируют. На одном его плече были написаны названия шести колен Израилевых, шесть других на другом, то есть по шесть на каждом плече. Их связывала цепь, которая также связывала их с нагрудной пластины. Это очень важно. У него на плечах было два камня с названиями «12 колен» и еще 12 камней на груди. А вот зачем это было нужно. Считалось, что первосвященник носил Израиль у себя в сердце. Это значило, что сыны Израилева всегда были у него в сердце, и их имена были написаны на 12 камнях. Еще у него было по шести надписей с их названиями на плечах. И вот что они означали. Тем самым показывалось, что первосвященник нес на своих плечах бремя народа. То есть, во-первых, народ был у него в сердце, а во-вторых, он был у него на плечах. На этом я остановлюсь и расскажу вам, что когда первосвященник вопрошал Бога о том, что делать, он использовал ефот, который был частью его нагрудной пластины. А в экстренных ситуациях первосвященник вопрошал Господа через ефот и очень быстро получал ответ. Именно это проделал Давид, когда был в Сикелаге. На его землю напали, но он не знал, куда ушел его народ и куда увели женщин и детей. Не знал даже, куда ушли амаликитяне. Поэтому спросил об этом Бога, и Бог ответил ему, «Преследуй, догонишь и отнимешь». При этом Давид вопросил Бога через ефот. Вот почему ефот важен и для нас. К ефоту прибегали в экстренных ситуациях. Его использовали в экстренных случаях, потому что это не единственное место в Библии, где упоминается ефот. Он упоминается там порядка 50 раз. Скажу вам точное число. Слово ефот встречается в Ветхом Завете 52 раза. Вы должны понять, что он давал возможность получать быстрый ответ на молитву. У нас с вами бывали времена, когда мы молились и могли себе позволить ждать ответа на наши молитвы какое-то время. Мы ждали пару месяцев, полгода или даже три года, но Бог всегда отвечает на наши молитвы. Поэтому мы продолжаем молиться, зная, что однажды он ответит. Но что делать, если, например, ваш ребенок, ваш малыш, ваш сын или ваша дочь попали в аварию? В таких случаях помощь нужна быстро. Допустим, если врачи дают вашему ребенку плохие прогнозы. Что делать, если врач говорит вам, что у вас рак, и вам осталось жить пару месяцев? Что делать, если вы потеряли работу, налоги душат вас, и вам нужно чудо? В таких случаях молиться нужно по-особому. И сейчас я расскажу, как. В служении моего отца ему помогало всего одно слово, благодаря которому он практически тут же получал ответ на свою молитву, а заодно и прекрасное решение проблемы. Во-первых, важно не само слово. Важно заложить нужную базу для него. Когда вы читаете Новый Завет о том, как в служении Иисуса происходили чудеса, вы можете увидеть, что Иисус что-то делал, жалившись над людьми. Сочувствие свойственно людям, а в милосердии есть нечто божественное. Например, если я вижу, что кто-то попал в плохую ситуацию, я ему сочувствую. А что делает милосердие? Оно заставляет вас помочь этому человеку. Например, если вы видите, что какие-то дети голодают, и знаете, что так оно и есть, и сочувствие вы всего лишь пожалеете, а из милосердия вы пошлете им денег или еды, чтобы им помочь. Когда Иисусом двигало милосердие, у Него возникали желания и возможность помочь кому-то, попавшему в плохую ситуацию. Когда мой Отец исцелял людей, самые великие чудеса происходили, когда Он молился от всего сердца. И тут мы подошли к важному слову — это бремя. Вы знаете об этом из Ветхого Завета. Когда пророки произносили слова или что-то говорили, на них наваливалось бремя Господне, и они его несли. Бремя — это сверхъестественная тягота, которую Бог помещает в ваше сердце или душу. Это бремя тянет вас вниз, и вы понимаете, что без Бога вы ничего не сможете сделать с той ситуацией, бремя которой лежит на вас. Объясню, что это такое. В моей жизни бывали времена, когда все в ней было нормально. Все шло так, как надо. Не происходило ничего из ряда вон выходящего. Все было замечательно, но вот я просыпался утром и ощущал бремя. Не знаю, почему так происходило, но члены моей семьи подтвердят, что такое было. По крайней мере, 12 раз за последнее время я ощущал смертельное бремя. Это очень сильное бремя. Оно похоже на депрессию. Но это не депрессия. Но я так тяготился им, что не мог ничего делать, не мог учиться, не находил сил молиться и работать. Когда такое случалось, мне приходилось изолировать себя от всего. Я шел домой и только и делал, что молился. С последние пару лет такое происходило со мной раз в 15. Когда кто-то из моих знакомых умирает, такое продолжается 7 дней, а на седьмой день он покидает этот мир. Я это прекрасно знаю. То же самое касается и бремени Слова Божьего, когда Слово Божие входит в наше сердце и в нашу жизнь. Послушайте, когда вас что-то обременяет, когда вы несете какое-то бремя, когда вам тяжело, вы должны понять, что вы ни в коем случае не должны избавляться от этого бремени. Вы не должны пытаться избавиться от него. Его поместил ваше сердце, Бог. Вы не должны это делать, потому что если вы попытаетесь избавиться от своего бремени, потому что бремя — это символ перемен, если Бог поместил его вам, значит, вскоре произойдет что-то важное. Бывают времена, когда вам просто нужно молиться под грузом этого бремени, и тогда вы найдете выход. Что касается моего отца, то я стал очевидцем нескольких подобных случаев с ним. Помню, мы возвращались от тети из Огая в город Биг-Стон-Гэп, Виргиния. Я тогда был маленьким. Еще дома у тети на моего отца навалилось ужасное тяжелое бремя. Мы ехали, и тут попали в аварию. Машину отправили в мастерскую, ее чинили пару дней. Это была не серьезная авария, просто легкое столкновение. Но вот машину починили, и на него снова навалилось это бремя. Мы молились о нем, но нам надо было ехать. Мы поехали, и в дороге моя мама заснула за рулем. Кажется, это было в Кентукки. И чуть не врезалась в огромный тягач впереди. Когда я вырос, мой отец сказал мне, «Сынок, когда ты ощущаешь бремя, это сигнал об опасности, предупреждение или знак перемен. Именно когда мой отец молился под грузом своего бремени, он и получал ответы на свои молитвы». Тайна Ифоды заключается в том, что самая эффективная молитва получается не тогда, когда вы молитесь вере и радости, а когда у вас, например, пропал без вести сын, или ваш ребенок оказался в тюрьме, или ваша дочь забеременела вне брака, и вы не знаете, что делать. Или, возможно, у вас нет средств заплатить налоги, или у вас проблемы на работе. Просто уединитесь с Богом. Полностью посвятите себя Ему и помолитесь под грузом своего бремени. Молитесь до тех пор, пока бремя ослабнет. Молитесь, пока не ощутите победу, пока не ощутите прорыв или облегчение. Так вы узнаете, что Бог ответил на вашу молитву. Поймите, что ключ к ответам на ваши молитвы это молитва, несмотря на лежащее на вас бремя. Хочу рассказать еще несколько историй. Несколько лет назад мы открыли институт наставничества в городе Кливленд, но прямо перед его открытием ко мне обратился Бог. Он попросил меня пойти помолиться в нашу молельню, и все повторял. Преждевременная смерть. Я понял, что вскоре кто-то умрет такую смерть. В итоге я полтора часа молился изо всех сил. Молился, пока у меня были силы. Наш офис-менеджер и продюсер Чарли Эллис, который сейчас меня снимает, может это подтвердить. Ведь через пару дней после этого он подошел ко мне и сказал, Перри, моя мать чуть не умерла на рабочем месте. Мне нужно за нее помолиться. И тогда я сказал ему, Чарли, с ней все будет хорошо, потому что я уже помолился о предотвращении преждевременной смерти. И, кстати, с нее до сих пор все хорошо. Вскоре после этого случая, кажется, это было после разрушительного торнадо в Алабамском городе Тоскалуса, тетя моей жены Бобби буквально выкинула из ее дома. Ее дом разнесло, а ее отшвырнуло метров на 15 от неба. У нее упал кусок стены, но она чудом осталась в живых. Вскоре после этого, буквально через день-два, когда мы занимались институтом, мне позвонила моя жена и сказала, быстрее собирай всех и уезжайте оттуда. К Ливленду направляется крупный торнадо. Но было уже поздно эвакуироваться. Люстры в холле уже начали качаться, а машина на улице стала подбрасывать. Я не знал, что делать, и мы начали молиться. Тогда Господь сказал мне, скажи этому торнадо разделиться подобно Красному морю. Марк Каста, стоящий в тот момент за кафедрой, начал молиться. Я сказал ему, Марк, скажи ему разделиться подобно Красному морю. Это было зафиксировано, но мы узнали об этом только на следующее утро. Этот огромный по силе разрушительный торнадо разрушил сотни домов и унес к жизни нескольких людей в нашем городе. Я не припомню подобного за всю свою жизнь, а я жил там уже 37 лет, но случилось так, что он дошел до Мичиган-авеню и разделился на две части. Хочу рассказать вам, почему это важно. Именно там находится штаб-квартира компании VOE, а еще в этом районе находятся дома пяти сотрудников нашего служения. И представьте себе, он разделился на две части и перебросился на холм. Там он снес несколько домов и ушел прочь, так и не добравшись до нашего офиса. Знаете, что самое удивительное? Мне кажется, именно моя полуторачасовая молитва помогла многим людям миновать преждевременную смерть. И вот что я хочу сказать. Этот торнадо пришел к нам в Кливленд несколько лет назад, и никто из тех, кто был тогда в нашем институте, не пострадал. И даже наши машины остались целы. Мне кажется, дело в том, что я молился верой и с бременем, что на мне лежало. Мы все хотим молиться эффективно. Мы хотим, чтобы на наши молитвы отвечали. Но молитва — это не просто слова. Если вы молитесь, и ваше сердце исполнено милосердием, вспомните, ведь у первосвященника была нагрудная пластина на сердце. Поэтому сердце очень важно во время молитвы. Молитесь всем сердцем, всей душой, всем разумом, всем духом, когда вы ощущаете бремя. Если вы ощущаете его, если что-то не так, если кто-то в беде, и вы начинаете молиться с этим бременем, то молитесь до тех пор, пока это бремя не покинет вас. Я пережил это сам. Я тоже ощущал подобное бремя, и скажу вам, это настоящее страдание. Это тяжело. Да, трудно что-то делать, если вы ощущаете бремя. Просто научитесь уединяться с Богом в укромном месте, у себя дома или в церкви. Просто уделите время Богу, и станете молиться до тех пор, пока ваша тяжесть уйдет. Если вы позволите вашему бременем остаться, это вам не поможет. Вы не поймете так, почему оно на вас. Иногда нам приходится встать и сломить дух смерти или разрушение, вошедшее в чью-то жизнь. Я говорю вам это, стоя здесь, неподалеку от Вифлеема, который прямо за моей спиной, и Иерусалима, который передо мной. Сегодня довольно облачно. Смотря эту программу, вы наверняка заметили, что солнце то выглядывало, то снова пряталось. Но нам приходится считаться с погодой, когда мы снимаем программы на улице. В наших программах мы всегда предлагаем вам что-то, либо DVD, либо книги, либо CD-диски. И я прошу вас приобретать их, потому что тем самым вы помогаете нам продолжать выходить в эфир и поддерживаете наше служение. Напомню, сегодня мы говорили о бремене, том понятии, которое пришло к нам из Ветхого Завета. Когда люди произносили пророчества или что-то говорили, на них наваливалось бремя Господня, и они его несли. Бремя — это сверхъестественная тягота, которую Бог помещает в ваше сердце или в вашу душу. Это бремя тянет вас вниз, и вы понимаете, что без Бога вы ничего не сможете сделать с этой ситуацией. Я рад сообщить, что вы уже можете заказать в аудио- или видеоформате запись Международной конференции под шатром 2019 года. Название моей первой проповеди «Божество на суде». Служение Христа было по сути атакой на греческих и римских лже-богов. Вы увидите, как Христос посмеялся над божествами Янусом, Кастером, Полоксом, Аидом и Никой. После этих проповедей мы слышали много историй о чудесах, и многие люди откликнулись на призыв к алтарю. Вторая проповедь — «Смущение в пророческом лагере Америки». Я разоблачаю четыре взгляда, которые сейчас распространяют. Вера в то, что Вознесение Церкви — это ложная доктрина. Вера в то, что Антихрист уже пришел. Вера в то, что Скорбь уже прошла. И также учение о том, что мы находимся в первой половине Скорби. Я разоблачаю эти заблуждения. И я верю, что пророческая информация, которую вы услышите в этих проповедях, поможет вам понимать времена, в которые мы живем. После этого я проповедовал о пророческом значении 2020 и 5780, то есть еврейского Нового Года. Я взял языческий и еврейский Новый Год и использовал еврейский алфавит, чтобы смело предсказать основные важные темы на ближайшие 12 месяцев. Согласно правилам еврейской герминевтики, этот год соответствует бытию 48-й главе и 2-й главе книги Иаиля. Этот метод успешно применяется с 2012 года, и он показал точные результаты. Поэтому мы заранее смогли увидеть, что ждет нас в 2020 году. Совершенный шторм в Америке в 2020 году. Пять параллелей Америки сегодня с жизнью Иезавели. Как повторяется, древняя история, включая дух Ваала. Сейчас это новая религия изменения климата. Узнайте историческую разницу между социализмом и капитализмом и услышьте слово о будущем Америки. А также три вещи на земле, которые не победить атеистам и радикалам. Затем, что говорит Библия о браке, разводе и повторном браке. Исследуя библейские и еврейские термины, я объясняю Божий план для брака. Я показал, что до того, как был дан закон, у Моисея было движено. Я подробно рассматриваю противоречивые учения Христа о Павле, о разводе и повторном браке. Также вы услышите проповеди Томми Бейтса, Джона Киллпатрика и Рона Каппентера. Каждый из них проповедовал важное динамичное послание. За ваше пожертвование мы вышлем вам прекрасный набор аудиопроповедей. Для заказов пишите нам и звоните и заходите на сайт, адрес которого на экране. Спасибо вам за то, что вы посмотрели нашу программу. Мы сняли ее на Святой Земле. И вот что я хочу вам сказать по этому поводу. Мы осматривали город Вифлеем, где родился Иисус. Когда мы начали снимать, там была одна женщина. Кто-то из наших ребят заплатил ей, чтобы она привела своих кос и овец к нам на съемки. Когда мы снимали, я сначала не увидел, что она со своими животными находится позади меня, но тем не менее, это были одни из наших красивейших съемок. Я надеюсь, что грядущие дни принесут вам много приятных воспоминаний, связанных с вашими детьми и внуками. Мой отец, а также моя бабушка с дедушкой сейчас с Господом на небесах. Мы с отцом провели вместе много прекрасных дней в Западной Вирджинии. Когда в Рождество выпадал снег, мы доставали санки и играли в снежки. Это было замечательно. Сегодня у меня уже есть внук, а моя мама все еще с нами, и мы прекрасно проводим время вместе, празднуя пришествие нашего Господа на землю. Я допускаю, что он мог родиться не 25 декабря, но я знаю точно, что зачат он был именно 25 декабря. Хотите верьте, хотите нет. То есть, в любом случае, мы празднуем в этот день пришествия Иисуса в мир. Если вы мессианский, верующий и празднуете хануку, то мы желаем вам прекрасно провести время со своей семьей и друзьями. покажите им свою любовь и заботу, ведь это единственный день, когда Иисус Христос признается другими религиями и людьми по всему миру. И вот почему я так люблю эту пору. Мне нравится видеть, как люди думают друг о друге. В эти дни мы много думаем о наших семьях и друзьях. Пусть Бог вас благословит. А еще я хочу сообщить вам, что мы собираемся в Южную Дакоту и в город Биллингс, что в штате Монтана. На нашем сайте вы найдете информацию о том, как зарегистрироваться на эти события. Это абсолютно бесплатно. Вместе с нами в эти два города отправится Линдл Кули. Он выступит там со своей группой. Я гарантирую вам, что это будет музыка, исполненная Святого Духа. Так что приезжайте и не пожалеете. И поторопитесь. Я знаю, что май и июль довольно нескоро, но у нас очень много желающих. А также не забудьте заказать набор дисков с нашей конференции. Бог да благословит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова